Привет всем! Привет, мои хорошие! Вот дубль три, представляете? Вот я не пойму, что с вот этим маленький у меня штативчик и что с ним такое вот из его сутка прям выстреливает и всё. Вот уже вот это вот третий раз это я взяла. Просто большой, высокий штатив. Ну вот так вот как-то. Так, сегодня мы с вами обедаем. Опять приготовила Саша Поздненького. И сама мы с Олей решили это уже с самого пообедать. А приготовила я вот что. Здесь, значит, гречка. Гречка, постная гречка. Здесь большая такая баночка маринованных опят. Здесь морковь, лук. Много прям морковь, прям, знаете, огромная. Морковь, лук, опята. Баночка зелёного горошка. И, значит, здесь много я сюда сыпала сушёных кореньев. Вот продаётся смесь сухих кореньев. Это там, значит, пастернак, сельдерей и ещё что-то забыла я. Вот. И много-много сушёной травы я сюда засыпала. А почему? Потому что, вот я, допустим, ем вот так, а Саша с Олей не очень вот эту травку обожают, да? Я им таким образом насую. Пусть едят. Травка нужна. Ну и вот как-то так. И плюс поперчила, почесночила и вперёд. Вот это вот зелень уже из нашей теплички, Сашины, с Сашиными ручками выращены. Вот. Вот это он садил микрозелень какая-то. Не знаю, она, знаете, сильно-сильно-сильно горчицы отдаёт. Вот когда берёшь её, она прям... Надо же, микрозелень вроде на подоконнике в баночках в этих коробочках выращивают. А она, вот она, во рту, горчица. Это лучок наш, тоже наш. А ещё зелёный чаёк. А вот это вот, он говорит, мам, я посадил смесь какую-то, трав, микс. Я не знаю, что это такое. Кто знает, скажите, что это за травка. Вот такая вот. И точно такая же есть, ярко-зелёная. Но вот это вот нет, не такая. Вот такая вот, что это за травка, не знаю. Целая грядочка. И вот точно такая же среди них ярко-зелёная встречается. И вот она, моя любимая руккола. Очень вкусная травка. В принципе, вкус такой же у рукколы. Зелёный лучок тоже наш. Просто сверху посыпала. Ну вот, пришёл понедельник. И сейчас мы это покушаем. Олечка приедет тоже. Неудобно отсюда брать. Приедет сейчас, Глеба повезла. И покушает и поедем гулять. Потому что в субботу-воскресенье мы не гуляем из-за Глеба. У него это священные дни. Гречку пускала через весы 250 грамм. Мы готовы, увидим. Девянув и положила так, наугад. Съем, съем, не съем. Вот завтра. Вчера Саша рвал редиску свою уже. Вечером нарвал и принёс. Ну, Олю он, конечно, сагитировал. Оля такая довольная, счастливая. Несётся ко мне на всех парах. Мам, будешь? Эту редиску нет, не буду. Вечер не хочу. А Олечка попробовала. Ой, мама. Какая-то вкуснятина. Мама. Я говорю, конечно, домашняя. Ну, вот. Вот такую травку даже ни разу я не видела. Правда, кто знает, что это за травка? Интересная. Мой, ты точно это не будешь. Вот сто процентов не будешь отвалить. Ну, во всяком случае, на вкус она для меня непривычная. Саша буквально весь день был в храме, вечером, вечером уже только пришёл. Микрозелень ещё и жёсткая бывает. А она уже, видимо, переспела, маленечко. Он мне давно уже говорил, мам, микрозелень. Орбите. Ладно, ладно. Всё не до этого. Ну, теперь уже нащупали дорожку, так быстро съедим. У него уже помидоры готовы в тепличку садить. Причём помидоры в этом году, честно сказать, у меня такие не получались. Он выбрал окно правильно. Я вот здесь вот всегда. Наверное, им жарковато было, что ли. А он туда, к себе, в спальню унёс. Там и солнышко бывает, и это. Они такие крепыши, такие вот прям классные помидоры. Досаживать надо. Чтобы не начали тянуться. Мне кажется, уже... Ну, какие морозы будут? Ну, минус 6, ну, минус 7. Она выдерживает. Сильнее-то уже всяко не будет. Всё равно тепличка – это чудо. Да вы не будете гречку есть, а? А ещё... Это сегодня, пока Олечка с Глебом на английском были. Я вот это вот приготовила и испекла Саши перопозный. Ну, Оля к нему примыливается уже. Она, собственно, это она заказала. Я им как-то раз испекла его на яблочном соке. Ну, я так понимаю, можно на любом соке. Без молока, без яиц, без ничего. Вы знаете, получше любого бисквита будет. Он под тип кекса получается, но очень вкусный. Ещё бы он был невкусный. Там у меня изюм белый, изюм чёрный. Всё по 100 грамм. Чернослив. По идее, ещё курага нужна. Но у меня кураги не было. Вот Олечка как раз-таки, пока Глебка был на этом, она за овощами зашла и купила кураги. Ну, не было, кончилось. Ну, ничего страшного. И орехи, я туда фундук, пекан, фисташки. Вот столько. Всё по 100 грамм. Там, знаете, получилось такое. Вот оно действительно. Олечка пришла. Монь, ну успокойся, мама и мама. Здрасте. Здрасте, Олечка. Нет. Вот это посыпь сахарной пудрой. Отрежь кусочек. Вот. Испекла. Это Олечка просила. Ну, а Саша как узнал, сразу. Я тоже хочу. Говорю, ну для тебя и делала. Вот у этой новой травки я даже вкус не поняла. За руки. Мы вот такую лоберечку любим. Когда здесь много-много всего. Посыпь сахарной пудрой. Ой, отрежь кусочек, не сыпь, ладно. А. А это? Говори. Что не сыпь? Ну, посыпь. А что сыпь? Да иди ты. А что иди. Ура. А я знаешь, что хотела тебе сказать? Я вот с утра ничего сладкого не поела. Чувствую, у меня рукобеду накрывать. Ну, так поешь. Как правильно. Тем более он постный. Вот однако я сейчас это. У-у-у-у. Однако я говорю сейчас это. Ой, брат. А где за мной? Во втором или в третьем ящичке сверху в пакетике на замочке. Ее сыпать надо строго через ситечко. Там два пакета. Один полный, один половина. Тот, который половина, весь высыпит? Да ты чё? Нет? Нет, конечно. Сладно. А сколько? Две трети? Оль. Нет? Нет. Всё съела. Съела. Это было очень вкусно. Только вот эта травка ажурная осталась. И всё. А Олечка сегодня проснулась. А ей же нечего кушать-то. В смысле сладкого. Ну и она, ой, мама, у меня ничего нет. Мама, испеки вот тот пирог. Помнишь, ты пекла? Помню. Из пеки. И она, собственно, без сладкого. Вот сейчас пришла, говорит, мам, я с утра сладко, она себе сырную лепёшку делала. Мам, я с утра сладкого не поела. И у меня прям аж не то. А у меня сразу настроения нет. Ну и говорю, ну, это он готов. Он уже даже остыл, по-моему. Чё там, Оля? А, ты ещё сыпешь? Ну и вот так. Так что я им к чаю. Он оформила. Но если они вдвоём будут упираться над ним, завтра и кончится. Он невысокий получается. Потому что специально берётся форма чуть-чуть побольше. Потому что там очень много орехов и сухофруктов. Ему подниматься тяжеловато. Я первый раз, когда пекла, помнишь, Оль, он какой-то влажноватый был. Вот, потому что сказано, что в огромную она прям форму делает, 20 на 30. А я дону тебя. Я взяла маленькую формочку и туда тяжеловато ему было. Я сегодня взяла и прям большую форму выложила. Пусть он лучше будет. Маленький, низенький. Но вот такой вот. Тот раз он тоже, он был вкусный. Ну, какой-то влажный-влажный. Мне такой не нравится. А они смолотили. А? Мне нравится. Тебе нравится? А они смолотили. Ты отрежь себе сразу на блюдечках? Угу. Ну и? Урчит. Сегодня обед. А? Накидаешься? Угу. Угу. Вот такой вот у меня пирожок сегодня. Ммм. Пирог называется Калейдоскоп. Посмотрите, там вкраплений куча. Там только где-то 250 грамм орешек. Ммм. И вот 300 грамм сухофруктов. Ммм. А это всё дело делается на 300 грамм муки. Ммм. Поэтому вот такой вот он не очень высокий. Вот такой вот. И сейчас Олечка будет, а ты гречечку-то не будешь? Угу. Всё, она уже гречечку, она уже не ест. Ага. Ну вот как-то так. При этом выпеки-то очень. Я и сознание потеряю. Хоть показывать. Ага. Без чая, что ли? А потом. Всё. Покушали. Спасибо вам за компанию. Угу. А то доча сейчас сознание потеряет. Ну-ка, испробуй. Ммм. Погромче реагируй. Ммм. Вот её нельзя просить. Она... Серьёзно. Вкусно. Ммм. Вкусно. Ммм. Как в прошлый раз. Ммм. Не, ну мяукни хоть что-то. Да. Как в прошлый раз. Шикарно. Да, шикарно. Но вообще он должен быть очень вкусным за счёт вот этого всего. И делается он на яблочном соке. Трава не пошла? Она не пошла, она какая-то нулёвая. К ней надо привыкать. Я куснула на камеру. Посмотрю, живая останусь, буду дальше. Ага. Ну и в общем вот так вот. Всё. Всем спасибо за компанию. Давайте всем пока-пока. И всем-всем-всем добра, добра и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok